Друзья, приветствую! Наконец-то откатали масло Ноус Skyline, которое присылал Ильдар из Ноуса. Масло использовалось в BMW 640i F13 кузов. Свежее, это отработка с описанием 206 моточасов. Обратите внимание, сейчас я сделаю акцент на баночку. Посмотрите, какая высокая температура. Брали специальным насосом и баночку повело даже от температуры. То есть очень горячее масло, горячий мотор. Так, первым делом я, конечно же, создам эталон, чтобы сравнить. Будут две отработки 206 и 256 моточасов. Вот такая спектрограмма, она очень похожа на Mobil 1, вот по уровню эстеров. Сейчас я покажу уровень 0.30 примерно. У Mobil чаще всего эти полиэстеры показывают 0.32, но плюс-минус так же. Так, значит, далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор, подкорректируем при необходимости. Так, смотрите, 56% противоизносных присадок, но хотя здесь по данным анализа магний. Возможно, он частично замещает что-то из пакета. Так, гликоль выведу на сажу. Посмотрите, как влияет вот такой уровень эстеров на повышает кислотное, понижает щелочное. Ну, путает прибор, там пики совпадают. Поэтому здесь я выставил, но ошибочное. Вот привожу вам скрин финальных результатов 2.2, как у Mobil, выставил кислотное и 10.4 щелочное. Так, вот это все сохраняю. Можно приступать к проверке отработки. Как я говорил, уже это 640 F13 BMW с мотором N55 B30, 301 сил, около 143 тысяч пробег автомобиля, около 4 тысяч пробег на масле, 206 моточасов, объем масляной системы 6.5, средняя скорость 19.9 и расход 15 литров. Так, смотрите, противоизносных присадок 35, но этот мотор постоянно. Видимо, турбины их расходуют. Я не знаю, турбина. Так, гликоля 0.9. Ну, значит, Константин написал, что заправляли Shell Racing. Я думаю, что такой гликоля оттуда. Возможно, какие-то спирты добавляют. Так, сажи достаточно высокий уровень, 0.07 для такого пробега. Ну, как-то процесс сгорания не супер происходит. И смотрите, кислотное 2.71 и 4.8 щелочное. Да, есть, значит, сработка такая уже масла приличная и уровень воды больше, чем в свежем. Так, городская езда преимущественно. Сейчас покажу вам, что стало с вязкостью. На данном пробеге 206 моточасов. Так, закладываю свежая отработка. И будет интересно сравнить этот результат и второе сравнение вязкости. На втором отрезке было некоторое количество трассы. Так, смотрите, есть, да, разжижение. Топливо попадает в масло. Я оценил примерно это в 39 процентов до красной риски. Видите, даже визуально видно, что где-то на чуть более чем на треть разжижилось. Ну, это городская езда. Так, далее образец 256 моточасов. Вот баночка. Там средняя скорость. Видите, средняя выросла. Это за интервал, а если пересчитать, вот отдельный участок, то она выросла там на 3 с небольшим, по-моему, километров в час. Далее расход упал. Видите, да, это трасса. Ну, и по пробегу, по всему остальному. Так, противоизносных 32. Там было 35, здесь 32. Все равно падает. Но здесь эстеры, они как бы замещают. Нитрование нарисовалось уже 26,2. Только-только зашло в уровень предупреждения. Ну и видите, сажа, да, на том же уровне осталось. 2,94 кислотная и 3,6 щелочное. Да, щелочное. Ну, это просто из-за того, что лимит, она красном загорелась. Вот. Но, тем не менее, масло практически сработалось. Минимальный запас есть. А, кстати, обратите внимание, воды как мало стало. То есть, видно по трассе, выпарило воду. Вот. И сейчас давайте посмотрим, значит, на вязкость. Интересно будет сравнить. Здесь больше моточасов, но, значит, присутствие трассы. Так, это свежая опять тоже. И образец 256 моточасов. Разница между образцами по километражу около... около... чуть больше тысяч километров, 1100. Да, и посмотрите. Визуально, в общем-то, похоже, но здесь, значит, 32 процента. Здесь вязкость, скажем так, улучшилась. Ну, воды меньше. Вот, я думаю, и топливо меньше. На трассе чуть выпарило. Ну, не кардинально, но, тем не менее, эффект есть. Да, не забывайте, пожалуйста, отмечать видео, подписываться на канал, нажимайте колокольчик. Так вы поможете продвижению. Вот. И сейчас покажу вам сравнение двух прогнозов. Так, смотрите, значит, прогнозы. Первый прогноз. После первого прогноза 276 моточасов. Немножко трассы 278 моточасов добавилось по километражу. Еще чуть больше разница. Двести километров. Нитрование. Посмотрите, нитрование наоборот. Во втором образце понизилось на 10 моточасов. То есть, скорее всего, при движении по трассе нитрование быстрее нарастает. И вязкость. Видите, 528 моточасов и 800 в следующем этапе. То есть, трасса положительно влияет на вязкость, выпаривая, если разжижение есть. И негативно, видите, на нитрование. Ну, я так бы оценил. Хотя, по километражам нитрование 7,27 и 7,45 очень рядом. Вот. Ну, вот, как бы такая картина. Учитывая то, что двигатель такой непростой и очень жесткий к маслу, очень горячий. Видели сами, я показывал вам баночку даже, ну, плющие-плющие той температуры. Вот. То результат, можно сказать, отличный. И даже то, что расхода на данном масле не было. Ну, съела половину уровня машина, но тем не менее, вот. В других маслах, на других маслах, как правило, здесь присутствует доливка. В данном случае ее не было. Вот. Еще бы можно было покатать. Ну, в том числе по вязкости. Но, тем не менее, зазора не так много. В общем-то, правильный интервал для замены. Ну, это такой мотор. Он, он так вот сюда, что не залей. Он все, все прикатает температуры и прибьет капитально. Вот. Вот такой получился тест. Благодарю Эльдар из Ноуса за образцы, за масло, предоставленное Константина за тестирование данного масла. Пишите комментарии. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.